Я Евгений Чегиринский, руководитель команды разработчиков Redmond. В Microsoft работаю довольно давно. Первый мой опыт в Microsoft был еще очень давно, в 1998 году. Это были разные команды. Я в свое время поработал и в самом Developer Division, и в Online Service Division. Я писал аппликации. Я, собственно, был в очень многих командах Microsoft. Microsoft, как фирма мне очень нравится, она занимается практически всем. То есть в какой-то момент мне интересно было попробовать многие области программирования. Microsoft практически нет такой области, которой Microsoft не занимался. Я хотел заниматься онлайном, вебом, я хотел заниматься тулами для девелоперов, я хотел заниматься аппликациями. Я хотел заниматься операционными системами. В каждой из этих вещей Microsoft давал мне возможность попробовать себя, за что я ему очень благодарен. А сейчас я работаю в основном над веб-сервисами для Online Service Division, точнее, для его части, для MSN. Мы пишем сервисы для высокой нагрузки, для сайта MSN.com, мы пишем платформу для разработчиков, для этих сервисов, SDKs, тулы для веб-девелоперов. В общем, все, что связано с платформами для веб-девелопмента. Мы общаемся очень много с людьми из OSD, Online Service Division, то есть те, которые занимаются вебом, бингом, например. Мы очень много общаемся с командой Visual Studio, те, которые занимаются ILM-процессами, те, которые разбираются с разработкой, TFS, самим Visual Studio. Мы очень много общаемся с другими командами Microsoft, которые используют наши тулы, любыми командами, которыми нужно делать что-то с вебом, с клиентской частью, с JavaScript, с CSS. Практически я могу сказать, что мы общаемся с командами, которые делают Windows, потому что мы помогаем им делать сервисы. То есть мы практически общаемся с очень многими командами в Microsoft. Это возможность пообщаться с украинскими девелоперами, рассказать им о том, что в Microsoft творится, какие новые возможности Microsoft-овские девелоперские тулы предоставляют разработчикам на Украе, в том числе, конечно, украинским разработчикам. По-моему, это очень интересно. С выходом Visual Studio 11 там очень много функционала, и необходимо рассказать о нем разработчикам, так сказать, чтобы они понимали, чтобы они могли этим пользоваться, чтобы они улучшали свою производительность, чтобы им было лучше работать с Microsoft. Используйте Visual Studio 11, новая версия. В ней очень-очень много очень хороших возможностей именно для разработчиков. То есть разработчики, в первую очередь, должны очень-очень хорошо посмотреть на Visual Studio 11. Я надеюсь, она им понравится, они будут использовать ее в работе. Надеюсь, им будет очень-очень приятно узнать о том, что мы выслушали их пожелания, что мы добавили новые возможности, которые они нас об этом просили. То есть, пожалуйста, пользуйтесь Visual Studio 11. Собственно, если вы используете Team Foundation Server 11, то он помогает вам определять процессы и помогает вам в процессах разработки, он дает рекомендации, он дает методологии. То есть, если вы используете этот продукт, процесс разработки, использование правильных процессов разработки вам очень сильно облегчит жизнь. И разработка у вас пойдет веселее, и продуктивность ваших разработчиков, и не только разработчиков будет больше, и вообще будет гораздо меньше затрат на разработку и больше полезного выхода от разработки софта. Я бы очень рекомендовал разработчикам посмотреть на то, что Microsoft предлагает, так сказать, его стэк в средствах разработки. Потому что на самом деле средства разработки от Microsoft покрывают практически все области, которые только возможны в современном компьютер-сайенс. То есть, я не знаю ту эре, которую мы бы не покрывали и не давали или бы рекомендации, или тулы, или средства разработки, или контроль за средствами управления. То есть, практически все, что нужно разработчику, чтобы начать продуктивно и быстро работать, писать код, писать хороший код, писать код правильно, и получать с этого удовольствие, ну и, естественно, зарабатывать деньги. Ну, много очень критерий качества кода, следование правильным процессам. Код должен быть эффективен, код должен хорошо читаться, код должен быть легким в отладке, код должен быть легким в управлении. Этот код не должен, ну, maintenance кода не должен быть тяжелым. На самом деле, существует очень-очень много метрик правильности кода. Естественно, программисты с опытом очень многие из этих метрик чувствуют просто на интуитивном уровне. Но существует, опять же, у Visual Studio очень много тулов, которые позволяют, особенно начинающим программистам, так сказать, войти в колею и выработать правильные привычки написания хорошего кода. Того кода, который потом будет легко поддерживаться, будет продуктивен, легко и быстро писаться, и очень легок в дальнейшем управлении, maintenance. Это, собственно, то, что нам нужно. Найти правильный баланс – это действительно признак очень хорошего программиста. Я стараюсь никогда не поступаться качеством кода, потому что я считаю, что если начать поступаться такими вещами, то в дальнейшем это ударит по программистам. Может, по тебе, может, по тому, кто будет потом писать этот код. К сожалению, издержки на поддержку такого кода гораздо выше. Поэтому для меня все-таки вопрос качества кода, он наиболее актуален, и я в своей работе и в работе групп, с которыми я общаюсь в Майкрософте, пытаюсь добиться максимального качества кода. Естественно, при наименьших затратах. Майкрософт очень часто приезжает в страны СНГ и проводит интервью в группы, в которых они просто набирают ребят на постоянную работу в Майкрософт, именно в Редмонде. И в среднем такое случается каждые 2-3 месяца. Приезжает группа и прямо на территории какой-то страны СНГ проводит интервью. Можно подать туда резюме, эти поездки происходят достаточно часто. Можно, к примеру, об этом, мы стараемся об этом всех оповещать, но если там можно прислать, очень многие ребята русскоязычные из Майкрософта всегда знают, когда такие путешествия планируются. И мы можем просто приезжать, подавать свое резюме, приезжать на интервью, если вы будете выбраны, то вас проинтервьюируют. И если все будет нормально, вы можете попасть тут же, прямо отсюда, работать в Редмонд на постоянной основе. Это случается на самом деле сплошь и рядом. Прямо около меня работают очень много ребят и молодых не очень из стран СНГ, которые именно по такому принципу попали в Майкрософт. Редактор субтитров А.Семкин